Здравствуйте, меня зовут Светлана. Смотрите, ноябрь месяц, а у меня цветочек, правда, уже не пахнет, ну и хиноцея вообще не пахнет. В этом году, конечно, ноябрь у нас теплый, сегодня вообще плюс 13 градусов, единственная очень сильная витрюга сегодня. Так, еще, как мы с вами можем не особо дорого и без особых затрат, самое дешевое средство из того, что можно купить у нас и у вас, я думаю, это обыкновенный подсолнечный жмых. Он у нас продается вот такими пластиночками, у кого-то гранулированный жмых, но у нас вот так вот. Когда вы покупаете жмых, первое, как я уже сказала, с комбикормом, он должен пахнуть семечками. Это отработка, когда выжимают масло, макуха ее называют, еще рыбаки используют ее для прикармливания рыб, хорошо действует. Вот, она должна пахнуть подсолнечным настоящим маслом, не должно быть никакой плесени, потому что, если она у вас заплесневая, заведется тот грибок плесневый, который нам с вами крайне не нужен. Как я ее тоже даю. Горох я даю постоянно сейчас, но соблюдаем дозировку. Я не говорю о том, что вы дали горох, у вас куры на завтра яйцами вас завалили. Нет, все постепенно вкладывается, все постепенно, монотонно, каждый день одно и то же, по сути говоря. Мы ее тоже запариваем. Запариваем можно холодной водой, можно горячей водой. Вот, я уже запарила с утра вам, чтобы показать. Вот для своих курочек, вот для своих курочек, для моего, вот это их норма. Два раза в неделю. Она увеличится в два с половиной раза. Вот смотрите, что получается. Видите? Это вот запарено. Когда горячей водой, она вообще быстро запаривается. Макуха. И тоже запах должен быть свежего подсолнечника. Шикарный. У нас подсолнечник в нашем районе, так как у нас не сажаются поля, мы не Краснодарский край, у нас очень дорогой. 50-60 рублей килограмм. И даже я там писала, уже отвечала, я покупаю себе, мы очень любим семечки. И многие производители мешают свежие со старым, вернее половину семечек получается гнилыми. Вот, так что хорошего подсолнечника у нас вот по ближайших районах нет. Вот так сделали горячую, ни в коем случае не давайте. Погубите вашу птицу. Сделали все это на ночь. Утром все это в зерносмесь. Все умешали. Перемешали два раза в неделю. Здесь 35% протеина. Самый хороший у нас сейчас это белок. Здесь также содержатся и жиры, которые остаются из нашей семечки. Много давать нельзя, потому что птица будет жиреть. Если ее поставить так, птица клювать не будет. Это вот самый дешевый. Он у нас на 35 рублей, но он легковесный. Его намного хватает. Жмыка вот этого подсолнечного. Мы обычно берем пол мешка и нам на зиму почти что хватает, потому что много не надо. Все в меру, все спокойно, все с чувством, с толком, с расстановкой. Вон битрюка какой у нас. Прямо вух. А вот. Так что добавляем жмых, добавляем горох. Всегда наша птица будет в хорошем оперении. Всегда наша птица будет с яйцом. И не забываем, наша птица должна отдыхать. Хотим мы этого, не хотим. Когда птицы разных поколений, вот у меня сейчас в отдыхе почти что все или горные. Все утром заходишь, под нашествами где они сидят, у меня одно перо. Все, птица ушла экстренно в линьку. Еще я вот второй год уже наблюдаю. В том году вот такая экстремальная быстрая линька, когда видно перья много, была у нас в августе месяце. Я еще тогда говорила, что наверное придут морозы. Как говорится, я всегда учусь. Я человек такой, который все время мы идем вперед, что-то изучаем новое, что-то замечаем. И да, птицы мои не ошиблись. В том году, 2 сентября, удавил мороз. В этом году, ноябрь месяц, были морозы минус 2, но сегодня плюс 13. Но птица начала сейчас интенсивно линять. Значит, туда-сюда, недели через 2 наступят действительно морозы и ляжет снег. Они как-то умеют по природе, по звездам, по солнцам все это определять. Я лично не умею. И поэтому вот ориентировка. И сейчас вот мы добавляем горох, добавляем жмых. То есть все делаем для того, чтобы птица у нас хорошо оперилась. В зимнее время нам надо добавлять с вами в зерно-смесь жмых подсолнечный. У нас только подсолнечный. Берем, замачиваем и вот так перемешиваем. Одновременно эта смесь, зерно-смесь, смачивается. И нам с вами уже не надо будет ее мочить. Вот до какой я сейчас консистенции довожу. Вот она все, видите? Вся пыль соединилась, которая есть в зерне. Воды здесь вообще не должно быть. Даже можно вот не применять воду. Если нет жмыха, можно или сывороткой, или кефир остается у вас. Или простая вода. Зимой, конечно, это теплая вода. В такое время вот сейчас можно просто холодной. Вот до такой консистенции, видите? Все, больше ничего не надо. Чтобы вот эта труха, которая находится, вот видите? Сейчас раскопаю. Она им забивает ноздри. И это не есть хорошо. Поэтому мешаем, все перемешиваем. Вот так жмяк-жмяк-жмяк. Пожмякали. Это им уже на завтра, на утро. Видите, они стоят, ждут. Нет, это чтобы показать вам. И все, это вот на моих курочек. Еще потру свеклы. И добавлю еще пол-литра, литра два этих отрубей. И все. Берем тыкву нашу. Просто разрезаем пополам. Видите, он просто мягкий. Так тыква еще полежала. Но так как она лежит у меня дома, ну, там кто-то мне писал, говорил, если у вас тыква дома, то у вас бардак. Ну, не знаю, как у вас. А у нас нет бардака. Вот, сейчас я просто их дам, положу просто. Видите, она начала уже процесс, пошел гниение. Такая тыква долго не долежит. И просто я ее сейчас отдам, тереть не буду. Они с удовольствием ее скушают. Ну, вот, бролером поставили своим девочкам. Видите, ничего не трется, ничего не делается. Просто сейчас они, мы им мешаем еще. Они еще такие чуть-чуть вот все-таки не привыкшие, что к ним постоянно так прямо заходят. Они жили шпарники у нас. Вот. Вот. Вот они сначала скушают семечки, потом скушают все остальное постепенно за день. Вот это их, как говорится, завтрак, обед и ужин. Так что будут вопросы, задавайте. По свою птицу постепенно приучайте к новым кормам, и все будет прекрасно.